Да, да, да. Вы меня слышите? Здравствуйте. Замечательно. Сергей, компания Микрокласс. Какая компания? Микрокласс? Микрокласс. Да, верно. Микрокласс. Мы с вами ранее общались, вы сказали, что по поводу взаима вашего. Что вы оплатите? Помните? Вы помните, что у вас за должность? Допустим. Ну, как-то странно. Допустим. Вы в долг брали в компании Микрокласс? Не помню сейчас уже. Много у кого что брал, а Микрокласс не брал. Ну, быть такого не может, потому что я из компании Микрокласс. Вы взяли 12 тысяч рублей. Микрокласс? Почему такое название странно? Клады. Микрокласс? Да, совершенно верно. Микрокласс. И что микро этот вклад хочет? Сколько, напомните, сколько я там брал? 12 тысяч. И что, и ничего не отдал? Ни копейки. Ну, есть на то причины, наверное, у меня деньги кончились. Я вас понимаю, если бы мы были еще на связи, я бы еще больше понимал. На какой связи? Я вам звоню целыми днями. Ну, я вам целыми днями звоню, вообще не отвечайте. Ну, и... Ну, может быть, я же не знаю. В общем, на данный момент у вас сумма задолженности составляет 19 тысяч 656 рублей. Вы же тогда 12 взял? Ну, взяли-то да, но мы же не даем деньги попользоваться и вернуть столько, сколько взяли, правильно? А что, я 3 года не отдавал, что ли? На 3 года взял, что ли? Что за проценты? Нет, у вас 2,2 процента. А, нет, это эти проценты... А что, ну... Это... Еще, и по договору хотите что-то продвинуть? Ну, такой договор в суде элементарно... Подождите, вы взяли 12 и 12 не вернули. Плюс проценты... Смотри, я... Признаки кабальной сделки договор несет в себе. И все. Я вам... То есть вы считаете, что вы можете взять 12 тысяч рублей, а потом говорите о каких-то сделках кабальных и так далее, да? Нет, договор реально несет признаки кабальной сделки. На основании 452 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации договор за... Любой договор, не обязательно кредитный, любой абсолютно заключенный, вопреки действующему законодательству, в большей либо меньшей степени, в суде может быть признан незаключенным, либо ничтожным. В любом периоде действия этого договора. То есть вы считаете, что это нормально? Взять у организации 12 тысяч рублей, а потом доказывать по поводу... Я вам скажу больше. Я вообще оценки давать не намерен. Если вас что-то не устраивает, в нормальном гражданском обществе, да, цивилизованном, все вопросы решаются в суде. Попробуйте со своим вот этим договором сунуться в суд. Вас судья еще и оштрафует. Так а зачем вы мне про суд вообще говорите? Я вас спрашиваю, вы взяли 12 тысяч рублей, почему вы ни копейки не заплатили? Сумма платежа 9-го числа должна быть. Ну не хочу платить по липовому договору. Вы меня... Я взял этот договор, когда вник в него, я обалдел. Хохотал над ним. Я юрист. Вы что, вы понимаете ситуацию? То есть вы взяли деньги, да, посидели, обалдели, воспользовались деньгами и решили не отдавать, потому что вы юрист. Так нет, почему не отдавать? Есть судебно-исковое производство. Если у вас что-то... Вот вы пострадавшая сторона в нашем случае с вами, да? Это вы раз признали пострадавшей стороной? Не, ну а раз вы не пострадавшая сторона, вас все устраивает? Тогда зачем звонить сюда мне? Вы такой интересный вообще. Это у вас нормально в принципе, да? Нормально человек, да. А потом говорить, как у юрист пласты, который сидит на Пхукете. Вы сами себе оценку даете 2% в день. Вы вот даете людям деньги, обдираете их как липки, а потом надеетесь, что среди вот этой массы... Кто вас ободрал? Скажите, пожалуйста. Вы хоть копейку заплатили по займу. Со мной-то у вас и не получилось, друг мой. Что не получилось? Вернуть деньги, которые вы взяли? Ободрать меня не получилось. Так, давайте. Слушай. Чего? Такое вообще смешное, а? Обалдеть. Действительно весело, да? Очень-очень весело, да. Вот вы меня хотите ободрать, у вас не получилось. Вы мошенничество называете? Так нет, ободрать-то у вас получилось. Ну вот, вы пострадавшая слона. Да. Сага Маш на три буквы посередине У. В суд. Если вам что-то не нравится. Ну, а что смешно? Ладно, 12 тысяч рублей обратно, пожалуйста. Верни, я по поводу процентов будем с тобой разговаривать другим способом. С кем? С кем? Отдыхающий. Я говорю, 12 тысяч рублей обратно. Возвращаем? Слушай, дурачок. Ну ты хочешь со мной поговорить, да? Через дуб? Я слышу, юрист. Ты там работаешь, блядь. В этой конторе. Хочешь уже и бабки, и сачешь? Вот так, друзья, да? Видите, как не по себе ему, да? Вот кто вас ободрал? Мы вас не обдирали. Вот когда их на бабки кидают, они недовольны. Когда они людей, как я выразился, как липко обдирают, это пожалуйста, это за здравствуйте. Можно было ему вообще сказать, слушай, я у вас ничего не брал. И они бы ответили, как не брал? Договор есть. А я бы им в ответ сказал, это не договор, это фантик, который не имеет никакой юридической силы под собой. Если вы считаете, что у вас взяли деньги, не отдают, пожалуйста, идите в суде и доказывайте. Еще раз повторяю, я у вас ничего не брал и отдавать вам в этом случае ничего не намерен. Вот видите, какие они. Для них это неожиданность. Понимаете? Скорее всего, я еще заморочусь, можете сами заморочиться, посмотреть на www.bank.ru, да? Там реестры всех микрофинансовых организаций. И наверняка вот этот микрокласс, микрокласс, или кто он там, микровклад, его даже наверняка в реестрах нет, какая-нибудь шарашкина контора, которая просто выдает деньги а-ля микрофинансовая организация. Микро. Аппетиты у них, как и у всех микрофинансовых организаций, далеко не микро. Поэтому получайте, господа, то, что заслуживаете в случае наших клиентов. Клиенту этому, конечно же, пугаться, бояться нечего. Если он слышит этот разговор, пожалуйста, без паники, все нормально. Никто никуда на вас не подаст, ни в какой суд. Скорее всего, в таких случаях микрофинансики, вот эти вот микроклассы, микроклассы отваливаются, в нашем случае, уже в досудебном формате. Пару писем получают от нас и понимают, что здесь все намного сложнее и не потянуть у них даже нет наверняка своих юристов. Они просто надеются на некомпетентность человеческую и на боязнь ответственности. Ответственности на самом деле никакой тут нет. Ну, вот поэтому, пожалуйста, такая ситуация, в принципе, предсказуема. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет стать под юридическую защиту, для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары, для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте, в открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш, www.aliam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте, группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены, будете максимально уверены в своем шаге. Значит, для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно, проходите и вступаете в группу, там много информации, очень полезно, регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим, тема вебинара, как законно не платить по кредиту. Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео, там есть видео обязательно, тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В активном случае мы не сможем с вами связаться, мы не сможем отправлять вам информационные письма, указывайте корректно номера телефонов, указывайте корректно email, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какую-то точечную описание, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции высветится три иконки так называемой аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал на YouTube, слева будет ссылочка на видео, на видео, как устроена работа кредитных юристов, обязательно посмотрите, очень полезно. Ну и посередине будет кликабельная ссылка, наш логотип, нашей компании, с презентацией вебинара. Еще раз повторю, для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста указывайте корректную информацию о себе. Как только отправите заявочку, проверьте свою почту. Тут придет от нас письмо и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. Если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку спам. Бывает, что письмо входит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансовое благополучие, здоровья и удачи.